За звание «Педагог года-2018» боролись три воспитателя. Татьяна Кощеева из детского сада «15», Ольга Синилова – детский сад «40» и Ирина Шибалина – детский сад «45». Участницы представили визитную карточку, провели мастер-класс и ответили на вопросы жюри. Департамент образования ежегодно проводит конкурсы профессионального мастерства педагогов. Подобные соревнования мотивируют молодых специалистов на то, чтобы двигаться вперёд, видеть, каким достижением можно прийти и профессионально расти. А сегодня девчонки были молодцы. Сегодня была представлена и методология, и фундаментальные теоретические знания. И была прекрасная пресс-конференция, позволяющая оценить вообще и проблемы, и возможности инклюзивного образования. И мастер-классы, которые сегодня не только показали профессионализм наших коллег, но и научили многих чему-то новому, чему-то интересному. Мне кажется, сегодняшний конкурс – это шаг в дальнейшее профессиональное будущее. Победителем стала Татьяна Кощеева. В этом конкурсе она участвует не первый раз. В прошлом году заняла пятое место. Но, как говорит победительница, хотелось стать первой. В этом ей помогла настоящая любовь к своему делу. Вот без любви, мне кажется, никуда. Если любить не будешь ребёнка, то и ничего не получится вообще. И, конечно, умение найти с ребёнком общий язык – это самое главное. Дорога к финалу была непростой. Татьяна и её коллеги начали готовиться ещё летом. Изучали методики, придумывали тему занятия. Уровень подготовки своих соперниц Татьяна Кощеева оценивает высоко. Все педагоги, которые работают именно в дошкольном образовании, они очень талантливые, очень открытые и обладают большой компетентностью педагогической. Второе место в конкурсе «Педагог года» среди работников детских садов присудили Ольге Синиловой. Третье место заняла Ирина Шибалина. Екатерина Опёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.